Всем привет, с вами Метафил! Как часто бывает, что вы девушка? В этом видео я расскажу вам о пяти причинах бросить доту, если вы девка. Думаете, я снова зашел на дотабаф и за пяру секунд нашел идею для нового ролика? Нет, в этот раз мне помогла моя дорогая, многоуважаемая, прекрасная подписчица. Спасибо! Это видео я посвящаю дорогим девочкам, поэтому мальчиков прошу не смотреть, а то получится, будто вы подглядываете за девочками в раздевалке на физкультуре. Я так не делал и вы не делаете. Начинаем! И открывает пятерку причин не играть в доту, если ты девка. Первое, господи, да почему ты до сих пор остаешься в верной доте? В мире еще очень много игр, которые тебе понравятся и доставят еще больше удовольствия. Ты можешь смело изменять доте с другими, ведь ты девушка. Понимаешь, о чем я? Все вперед, изучать другие игры и наращивать игровой опыт. Вторая причина творчества. Ты можешь быть скромняшей и милашей не только при своем парне. Половина интернета до сих пор думает, что ты какаешь радугой и никогда не пукаешь. Поэтому можешь стать юной звездочкой интернета, и наивные мальчики будут тебя любить. Прям как монеточка, найди свое творчество. Третья причина, я знаю про такую штуку, как феми... 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 феминизм. Это подходит, если тебя достали парни в доте, которые тебя не ценят и постоянно насилуют в голосовом чате. У тебя есть шанс возненавидеть всех мужчин, выучить кучу новых слов и наконец стать умной. А потом, когда станешь супер независимой и уверенной женщиной, то можешь создавать канал на ютубе и учить всех феминизму. Ты даже не представляешь, насколько это будет успешно. Никто об этом не знает у нас. Тебя будут обожать несозревшие и радикальные феминистки, но ненавидеть быдлонутые и взрослые совковые мужики. Это идеальная квинтэссенция ненависти и любви, и твой канал будет обречен на популярность. Поэтому вперед! Знаешь ли ты, что можешь стать подружкой для большинства одиноких девочек, как ты? Представь, что у тебя есть воображаемая подружка, которой ты будешь втирать дичь, то есть делать мейкапы, челленджи, do it yourself, влоги и все прочее мимимишное, что бы ты делала со своими подружками, если бы они были. Поверь, это лучше доты, так тебе будет казаться, что ты хоть кому-то нужна. И вот у тебя уже есть друзья, не за что. Ну и последняя причина это... Ааа, сейчас... Я же назвал видео 5 причин, да? Ааа, блин... А, выходи на улицу в реальный мир. Движения тян не нужны, и виабушники, которые наяривают на 2D, скоро вымрут в своих комнатах. И пора бы 3D девушкам захватить мир. И ты будешь творить историю в будущем 22 веке. Вот. Ну и под конец, вместо пожеланий и подарков на 8 марта, дорогие девушки, я бы хотел спеть песню. Ведь я метафил, я люблю песни. Так, только что-то в горло попало, сейчас... Ах, если бы так легко я мог раздвинуть облака, как ноги шлюх, что вдоль дорог стоят, тогда б моя рука срывала звездочки с небес. Я б каждой женщине в подъезд звезду закинул. Но, к сожалению, помимо песнопений, ничего я не умею, ничего я не закинул. Так что просто пропою, что поздравляю всех владелец матки и вагины. Всех, кто каждый месяц истекает кровью, Всех, кто слишком стар уже для этих передряг, И всех, кто слишком молод, И боль познает вскоре и скромняк, И тех, кому хоть с каждым встречным не в напряг. Всех пуританок, всех шмар и шлюх, Анарексичек и толстух, И всех владелец утиных губ, Что вместе ходят в фитнес-клуб. Всех, кто в Порше с юных лет Жмет педальки за минет. Всех, чей мягок нрав, чей груб, Червякам плевать, чей труп. С червяков пример не судить возьмем, Всех с международным женским днем.